Неодевантная терапия 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 Мы уже знаем о том, что подходы к иммунотерапии в одевантном режиме уже имеются данные долгосрочного наблюдения, данные 5-летней без рецидивной выживаемости, весьма позитивные для неволумаба, 5 лет проживает половина пациентов без признаков рецидива, для пембролизумаба те же самые данные, 55% переживают 5-летний рубеж, не имея признаков прогрессирования заболевания. Данные об общей выживаемости пока еще не зрелые, но, в принципе, мы знаем, что общая выживаемость, может быть, у пациентов на современном этапе лечения довольно длительная, и она, может быть, в одевантном подходе нас интересует в меньшей степени. Разумеется, вопросы, остающиеся спорными и требующими дополнительного изучения или обсуждения, это использование одевантной терапии, например, у больных 3-й А стадии. Мы видим и по классификации 7-й, и по классификации 8-й версии довольно значимые достоверные различия выживаемости пациентов, имеющих микроскопические метастазы в лимфатических узлах, менее 1 мм и более 1 мм. Поэтому, разумеется, учитывать этот параметр при выборе оптимальной одевантной терапии у больных 3-й А стадии имеет смысл. Почему это имеет значение? Вот в исследовании Кейнот, единственное исследование, куда включались пациенты с 3-й А стадии, этих пациентов было не много, не более 80 пациентов. И, в принципе, определенный выигрыш без рецидивной выживаемости по сравнению с группой наблюдения эти пациенты имели, хотя в других подстадиях выигрыш более значимый. Вот такое исследование, которое уже проведено сейчас, довольно крупное исследование с включением около 15 тысяч пациентов, имеющих третью стадию меланомы. Это уже данные реальной клинической практики, которые нас весьма интересуют, поскольку они отражают реальное состояние дел. Были выделены 4 группы пациентов, третья А, третья Б, третья С и третья Д стадии, получавших и не получавших одевантную иммунотерапию. Здесь интересно, также авторы отмечают данные исследования, что набраны пациенты, получавшие одевантную терапию в период с 2016 по 2020 год, и процент пациентов, получавших одевантную терапию, значимо увеличился с 15% в начале 2016 года, например, до практически 60% в 2020 году. То есть такое активное внедрение одевантной терапии, оно было однозначно прослежено, хотя из всего пола пациентов, из всех 15 тысяч пациентов, только треть получала в итоге одевантную терапию, а две трети все-таки не получали. То есть, в принципе, эти данные не такие уж старые по давности, но они отражают такой не всеобъемлющий, скажем так, охват одевантной терапии больных, имеющих третью стадию. Так вот, группа, интересующая нас, это больные третьей А стадии, если мы посмотрим именно этих пациентов, никакого выигрыша в показателях общей выживаемости отмечено не было. Поэтому в отношении именно этой когорты пациентов, наверное, наиболее тщательно нужно обсуждать, в том числе и с активным участием пациента, с его пониманием возможной пользы и возможных вреда для здоровья, в частности, возможности гравития иммунопосредных осложнений, в том числе хронических. Вот это вот взвешивать на весах пользу и риск у этой когорты пациентов имеет, наверное, принципиальное значение. Поскольку, напомню, частота посредных осложнений, иммунопосредных осложнений, третий, четвертый, даже пятый степени достигает 14-15% для пембролизумаба и для неволумаба. Поэтому, конечно же, риск польза – это очень важное соотношение. Что можно сделать, чтобы повысить эффективность адювантной иммунотерапии, исследования, которых уже, в принципе, в прошлом году на АСКО были представлены, исследования по усилению, условно, да, или модификации действия пембролизумаба путем использования неонтигенной вакцины. Это уже максимальная индивидуализация лечения у пациента. И мы видим, что рандомизация происходит на стандартную иммунотерапию адювантную пембролизумабом и на комбинацию пембролизумаба и девяти введений вакцины. В принципе, данные, конечно, не очень длительного наблюдения, полуторагодичные, но отчетливый тренд в сторону увеличения выживаемости беспрогрессивной и выживаемости без отдаленных метастазов. Разумеется, интересно судьбу этих пациентов прослеживать на большем наблюдении, но такая краткосрочная, по крайней мере, выигрыш при модификации пембролизумаба, в том числе неотягиванной вакциной, она отмечается. Если мы переходим к таргетной терапии, Дерма Хамедовна уже упоминала, это исследование, которое, в принципе, является основным и, наверное, пока единственным исследованием комбинированной таргетной терапии в адювантном подходе, то также длительное наблюдение за пациентами. Пять лет без признаков рецидива переживают половина пациентов. Риск прогрессирования снижается в два раза. И, в принципе, в основном он реализуется на протяжении первого года лечения, но и сохраняется выход кривых на плато, он отмечается и при более длительном наблюдении. Конечно, всегда всех интересовало на протяжении последних, наверное, пяти лет, когда же будут данные об общей выживаемости в этом исследовании. И вот на АСКО 24-го года будет представлен абстракт, и он будет обсужден в ходе устной сессии обсуждения уже периода десятилетнего наблюдения за пациентами, участвовавшими в этом исследовании. В принципе, медиана общей выживаемости в обеих группах еще не достигнута. Вот этот тренд, который был отмечен через три года, мы помним, 11-процентный абсолютный прирост в общей выживаемости в группе таргетной терапии. Он, в принципе, сохраняется и при подведении итогов, в частности, через 8 лет от начала лечения. Но он не настолько выражен, наверное. 71% живут пациентов, без получавших таргетную терапию, и 65% не получавших группы наблюдения. Поэтому, разумеется, здесь оказывают уже влияние и последующие линии лекарственной терапии. И вот это вот сглаживание клевых выживаемости, вернее, сглаживание различий в клевых общей выживаемости, он отражается в частности в этом исследовании. Хотя вот абсолютный выигрыш в плане безрецитивной выживаемости, он бесполен. И, конечно, эта опция, она является такой важной в нашем арсенале подходов. Вот то, что мы уже говорили вначале. Все больные 2-й Б и 2-й С стадии, о которых мы все более и более активно говорим, имеют худшие показы ли выживаемости по сравнению с пациентами, имеющими 3-ю А, по крайней мере, под стадию. Поэтому это тоже когорта пациентов, требующих большого наблюдения. И исследования у этих пациентов, проведенные рандомизированные пембролизумабы и неволумабы, также мы о них уже знаем. Классические исследования, плацебо-контролируемые исследования, в которых пембролизумаб демонстрирует отчетливое снижение риска прогрессирования через 3 года наблюдения, в принципе, на 13% снижается абсолютная частота развития рецидива у этих пациентов. То же самое отражается в отношении развития отдаленных метастазов. И для неволумаба аналогично по дизайну, но также с отчетливым трендом, через год, по крайней мере, наблюдения в плане улучшения безрецидивной выживаемости и выживаемости без отдаленных метастазов. Поэтому, в принципе, на основании данных исследований и пембролизумаб, и несколько позднее неволумаб, они были зарегистрированы в качестве адюватной терапии больных 2-й В и С стадии. Но, опять же, высокая токсичность, действительно высокая, это у пациентов с ранней стадией, зачастую излеченных только хирургическим вмешательством, достигающей 17%, токсичность 3-й и выше стадий, она должна учитываться, поэтому вот это вот искусство, все-таки определить, в какой пациент подлежит адюватной терапии, для какого пациента польза превысит возможные риски, возможные потери для здоровья, она, конечно же, имеет значение. В нашем Российской Федерации также подход адюватный у больных 2-й В и С стадии, он зарегистрирован, и мы можем его использовать в своей практике. Вот все ли задачи адюватной терапии решены? Разумеется, мы уже на протяжении сегодняшнего утра уже тоже упоминаем, что далеко не все. Нет идеального кандидата, идеального профиля кандидата для адюватной терапии. Такая совокупность стадий, подстадий, характеристик пациента, характеристик опухоли должна быть, чтобы мы склонились к такому или иному варианту адюватной терапии. Вот это проблема долгосрочной токсичности, о которой мы говорим. Очень часто пациенты имеют явление и докринопатии, и кожной токсичности, и других довольно значимых токсичностей. У нас у всех есть в клинической практике пациенты, которые после одного введения адюватной терапии имеют угрожающие жизни или калечащие в дальнейшем нарушающие качество жизни осложнения. Поэтому действительно это очень, может быть, высокая цена адюватной терапии. Конечно, может быть, риск преоболитенной резистентности. Особенно, может быть, это имеет значение в плане таргетной терапии. Можем ли мы, через какое время можем вернуться вновь к таргетной терапии у пациентов, получивших в адюватном режиме таргетные препараты. Комбинации, дозы – это все, конечно, процесс еще требующий уточнения, обсуждения. И роль неадюватной терапии, какая она будет иметь значение и имеет какое значение в плане выбора последующей адюватной терапии. Переходя к неадюватной терапии, это опция, которая сегодня уже заняла свою нишу и очень значимую нишу, поскольку те исследования, которые были проведены в ее области, они демонстрируют очень убедительные показатели эффективности данного подхода. Основная наша работа, к которой мы рассылаемся, она уже стала такой классической, хотя, в принципе, данные публикованы не так уж и давно, когда пембролизума буквально в рамках трех введений переносится из адюватного подхода на предоперационный, на неадюватный подход. И вот две группы наблюдения. Одни пациенты получали до операции трех введений пембролизумаба с последующим адюватной терапией пембролизумабом. И вторая группа пациентов, идущих по классическому пути, оперативное лечение и в дальнейшем адюватная терапия пембролизумабом. Это отчетливое и совершенное расхождение кривых безрецидивной выживаемости в первую очередь, ну и определенная такая тенденция, скорее всего, реализующаяся в повышении и общей выживаемости. Различия такие абсолютные, они довольно значимые. И прогрессирование практически в два раза частота прогрессирования меньше в группе больных, получавших на адюватную терапию, по сравнению с группой контрольной, получавших только адюватную терапию. Что имеет значение, на что нужно обращать внимание? Нет прямой корреляции между объективным ответом, который мы констатируем путем выполнения компьютерной томографии, ультразыкового исследования и полным патоморфологическим ответом. Зачастую имеется различие в плане интерпретации этих данных. Мы можем видеть увеличение размеров очагов при полном патоморфологическом ответе и разные другие комбинации ответов. Но это имеет значение именно достижения полного патоморфологического ответа. Полного или почти полного, когда не более 10% живых клеток остаются в удаленном опухолем материале. Поскольку имеется прямая корреляция между полным и почти полным ответом и безрецидивной выживаемостью пациентов, по крайней мере. В данном исследовании практически 100% без потерь, без признаков рецидива выживаемость пациентов на протяжении, по крайней мере, двух лет после выполнения хирургического вмешательства. Наш клинический опыт мы довольно рано. Команда под руководством Светлана Анатольевна Проценко включилась в ценах нашего института командой хирургов, патоморфологов, химиотерапевтов в данное исследование. Отечественный препарат Пролголемаб, который демонстрирует также высокую вероятность достижения полных патоморфологических ответов при использовании Пролголемаба в неодевантном режиме. Мы видим такие замечательные результаты. Исследования, которые посвящены эффективности институтной терапии, это известное исследование ПАКИН, в котором была выбрана наиболее оптимальная доза комбинированной иммунотерапии. В частности, доза эпилюмаба 1 мг на 1 кг веса и неволумаба 3 мг как эффективная комбинация, но менее токсичная, чем более стандартные дозировки. И исследование Прада, которое уже использует эту комбинацию в неодевантном режиме. В дальнейшем очень интересно производится распределение пациента в зависимости от эффекта патоморфологического в удаленном маркерном очаге. В это исследование включались только пациенты 3-й В и С стадии с поражением именно лимфатических узлов. Маркировался один из лимфатических узлов как такой индикаторный. И после неодевантной терапии всего двух циклов производилась резекция этого маркерного лимфоузла. И если определялся полный патоморфологический ответ, то пациенты уже не получали ни удаления этих лимфатических узлов и никакого дальнейшего лечения. То есть, в принципе, наблюдение только после двух циклов неодевантной комбинированной иммунотерапии. Если регресс достигал всего 50%, половина живых клеток оставалась, то выполнялась лимфодисекция и также без адевантной терапии. И только в том случае, если оставалось более половины жизнеспособных клеток, то выполнялась и лимфодисекция, и адевантная терапия в зависимости от брав статуса опухоли. В принципе, подтверждена была очень высокая частота полных ответов, достигающая 60%, и практически все пациенты с полным ответом не подвергались удалению этих основных балков лимфатических узлов. Оставались группы наблюдения. Но безлицидивная выживаемость при полном ответе, она практически без потерь, без признаков лицидива, пациенты переживают почти пятилетний рубеж, в том случае, если достигнут патоморфологический ответ в полном объеме. Если патоморфологического ответа нет, то, к сожалению, риск лицидива у этих пациентов значительно выше. В принципе, эти пациенты, скорее всего, являются явными кандидатами для проведения последующих видов лечения. Это и доказывает, что те пациенты, которые получили полный патоморфологический ответ и не выполнили лимфодисекцию, никак не теряют в своих показателях безлицидивной выживаемости и выживаемости без одаренных метастазов. То есть, на самом деле, если мы достигли полный ответ, то уже в дальнейшем хирургический этап лечения может быть и отменен без потерь для показателей выживаемости этого пациента. То есть вопрос о возможности деэскалации хирургического лечения на самом деле все более и более активно обсуждается с учетом уже этих данных высокой эффективности надевантной терапии. И в то же время, если мы не имеем полного патоморфологического ответа, в принципе, графики говорят сами о себе, если мы не имеем и не проводим этим пациентам надевантного лечения, то кривая их без альтинной выживаемости, красная кривая, она значительно уступает тем пациентам, которые получают надевантную терапию. Здесь, опять же, возможность такой персонализации лечения в зависимости от патоморфологического ответа, она, безусловно, и очень нам может помочь в плане дальнейшего лечения. Здесь времени остается немного. В принципе, подходы надевантной терапией, они, разумеется, включают не только комбинации ингибиторов ПЗИ-1 и СТЛИ-4, но и исследования с включением брилтельмаба, лактрилингибитора. Также мы видим возможность получения высокой частоты полных и почти полных ответов. И это также экстраполируется в показатели высокей безрецидивной выживаемости и в убийственном показателе общей выживаемости. Здесь такой общий паттерн, общая схема, отражающая эффект надевантной терапии. Для иммуно-онкологических препаратов, как правило, это реализация, если она реализуется, то долгосрочно происходит сохранение и общей выживаемости, и безрецидивной выживаемости. Для таргетной терапии, которая, как правило, все-таки имеет некоторую конечность в своем эффекте, эффект более краткосрочен, но также он, в принципе, безусловно, реализуется. И вот возможные сценарии, о которых мы уже говорили, в зависимости от получения патологического или патоморфологического ответа, они здесь как раз-таки рассмотрены. При полном ответе мы можем уже не планировать ни хирургического лечения, ни одевантной терапии. Или частичным, скорее всего, будем и оперировать, и выбирать одевантную терапию. Если нет ответа на одевантную терапию, то есть мы инвиво провели изучение эффективности препарата лекарственного, мы, скорее всего, будем уже менять и в одевантном подходе уже использовать препараты с другим механизмом действия. Уже переключать на таргетные препараты, если их не было до этого, или использовать другие комбинации иммуно-онкологических препаратов. Таким образом, что можно сказать о лечении ранних форм, что патоморфологический ответ является, безусловно, предиктором безрецидивной выживаемости. Вопрос об общей выживаемости, конечно, пока еще обсуждается и ожидаются эти результаты. Получим ли мы их достоверными и убедительными? Также вопрос времени. Безусловно, на одевантной терапии она позволяет нам оценить биомаркеры, исследовать новые лекарственные препараты и выбирать уже последующие виды лечения. И этот баланс, который должен быть соблюден между эффективностью и токсичностью в плане неодевантной терапии, одевантной терапии, он, конечно же, имеет очень высокое значение. Ну и что мы должны узнать в ближайшее время, надеюсь, это, конечно, какой режим предпочтителен, комбинированная терапия, монотерапия, может быть, комбинация таргетных и иммуно-онкологических препаратов, какая целевая когорта, какая будет в дальнейшем роль последующих видов лечения, хирургического системного лечения, как нам интерпретировать патомарфологические ответы, пока мы видим, да, но, может быть, некоторые особенности появятся и при накоплении научных каких-то данных. Ну и вопросы возможности доэскалации хирургического лечения, они также у нас, скорее всего, и есть. Если мы посмотрим уже современную схему системной терапии, тут уже лечение ранних форм, оно уже занимает, наверное, даже больше по объему таких количеств подходов по сравнению с традиционными, нам известными лечениями первой и последующих линий терапии. Поэтому, конечно же, лечение лекарственной меланомы, оно все больше и больше смещается на лечение ранних форм. Благодарю за внимание, коллеги. Продолжение следует...